Всем-всем добрый день, уважаемые коллеги, профессионалы и любители красивых ногтей. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как подготавливать натуральные кисти к работе, художественные кисти. В принципе, не только натуральные, но и искусственные. Итак, у меня есть кисть-троечка, она натуральная, найдет вот такое интересное основание, у нее белочка, а кончик изнутри выходит из колонка. Она набирает в себя много краски и очень долго рисует. Мы, прикасаясь к ней, ощущаем вот эти вот склеивающие элементы, склеивающие вещества, которые нам нужно аккуратненько так вот размять пальчиками. Очень легко, не принуждая кисть, не заламывая ворс, очень легко. Затем мы берем какой-то абразивный, слегка абразивный инструмент, у меня в качестве выбивалки, скажем такой, будет вот этот пушер, который имеет ребристость. И выбиваем вот таким вот образом кисть от основания, не только кончик, а прямо вот от основания, пока из нее не выйдет весь клей, который между ворсинками попадает. После того, как мы тщательно выбили таким вот образом кисть, мы смачиваем ее в водичку, берем мягенькую салфетку и вот так вот промакиваем по направлению ворса. Прокручиваем ее на салфетке и просматриваем, чтобы равномерно разъединялись все ворсинки друг от друга. После того, как мы подготовили кисть к работе, мы можем работать с краской, а уже после того, как мы поработали с краской, натуральные кисти мы рекомендуем обрабатывать маслом для кутикулы. Промакнули ее практически насухо и берем масло для кутикулы, слегка смазываем буквально одну капельку, так вот пальчиком можно проработать, чтобы маселка прошла вовнутрь. Даже если где-то вы недовымыли краску акриловую, которая очень быстро засыхает и пагубно влияет на кисти, она деформирует их и не получается потом работать этой кистью. Реанимировать от акриловой краски практически невозможно ее. Масло для кутикулы, которое попадает вовнутрь, не дает краске акриловой засохнуть и деформировать ворс. То есть, когда мы начинаем заново работать, приступаем к какому-то дизайну, мы промываем кисть, вытираем ее о салфетку и работаем. На краску, на акриловую масло в кисти никак не влияет, потому что в состав краски акриловой тоже входит масло. Более того, для того, чтобы краску подольше сохранить, например, если мастер хранит акриловую краску в таких баночках, она очень часто засыхает сверху, пленочкой берется. И потом нам нужно снять эту пленочку, счистить оттуда краску, чтобы не было перерасхода ее, чтобы не выбрасывать лишнюю. Рекомендуется после работы в такой вот емкости капать в акриловую краску какое-то количество масла, так вот распределяется по красочке, такой пленочкой покрывается и не дает возможности краске засыхать. Перед началом работы вы тщательно перемешиваете ее. Не обязательно после каждого вскрытия баночки капать масло, потому что будет его очень много. Когда вы закрываете, масло опять выделяется из общего количества краски, образовывается пленочкой. Вы просто уже по состоянию видите, когда красочка пересыхает. Капнули несколько капель масла и закрыли для хранения. Вот такие вот вещи нужно знать мастеру, который работает с художественными кистями. Маслом для кутикулы мы обрабатываем как натуральные кисти, так и кисти с искусственным ворсом. Но это только то, что касается художественных кистей. В гелевой технологии масло, конечно же, не используется. Я имею в виду кисти для гелевой технологии, которыми мы моделируем. Эти кисти маслом не обрабатываются. Вот такую информацию я хотела вам рассказать о подготовке и о уходе за натуральными кистями. Надеюсь, эта информация надолго сохранит ваши кисти в рабочем состоянии и будет вам доставлять одно удовольствие в работе с ними. Всего хорошего, творческих вам вдохновений и хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует...